Меня зовут Крикея Ичанна Сергеевна, я физический терапевт по восстановлению мышц тазового дна. Изначально я специалист по восстановлению опорно-двигательного аппарата. Я закончила Мичиганский университет и Лейденский университет по физической терапии. Сейчас работаю физическим терапевтом в двух странах – в России и в Америке. Почему очень важно вести мультидисциплинарных пациентов с тазовой болью? Потому что у нас есть разные отделы. Дело, куда может отдавать боль, она может эрадировать. В каждом из этих этапов должен включаться физический терапевт, потому что по данным исследований Америки на сегодняшний день 80% пациентов, имеющих хроническую боль, в принципе, не только тазовую, они имеют опорно-двигательный аппарат, дисфункцию опорно-двигательного аппарата. Соответственно, у мужчин тазовая боль, к сожалению, в России я не так часто встречаю пациентов с тазовой болью среди мужского населения, мне кажется, потому что их не так часто сейчас направляют к физическим терапевтам. В Америке очень часто встречаю, наверное, если по процентному соотношению, то мужчин приходят ко мне в процент 40 и 60 женщин. В России чуть меньше. Соответственно, у мужчин тазовая боль чаще всего ставят синдром хронического простатита, о котором уже сказал мой коллега ранее. Но есть основная проблема заключающаяся в том, что часто мы, опрашивая пациентов, узнаем, что у них усиливается боль во время физической нагрузки, во время акта дефекации или после него, во время мочеспускания, при стрессе, при холоде. И, конечно же, мы понимаем, что простатит тут не имеет никакой роли, и у пациентов есть миофасциальный синдром. Как уже было сказано ранее, он может появляться и на фоне ортопедической дисфункции, и на фоне того, что у пациента был какой-то долгий периодический стресс, на который мышцы тазового дна среагировали спазмом, плюс ортопедическая нагрузка, плюс еще и, возможно, инфекционный какой-то компонент, который привел мышцы в состояние того, что они спазмировались, и дальше они смогли самостоятельно восстановиться. Значит, на сегодняшний день нужно понимать, что мышцы тазового дна, они выполняют несколько функций, мы о них с вами сейчас подробнее поговорим. И у нас есть основная задача у мышц, это поддерживающая, то есть они отвечают за стабилизацию дозабедренных суставов, а в принципе мышц скоро. Также они контролируют и участвуют активно в повышении внутреброчного давления, также они участвуют в акте мочеспускания и дефекации, и в сексуальной функции, а еще у них есть такая одна из функций, они активно отвечают сокращением момент тревоги, страха, холода и других внешних факторов, которые влияют на пациента. И у наших мышц есть такая способность, они сокращаются в момент триггеров, а потом самовосстанавливаются. Восстанавливаются они, когда мы уходим мочиться, когда мы расслабляемся, когда мы спим, когда мы просто сидим. Но если происходит очень много триггерных моментов, которые заставляют мышцы сокращаться, и у пациента нет хорошей координации мышц тазового дна, то через какое-то время они остаются в спазме и уже дальше не могут нормально откалиброваться. И если пациент не умеет управлять этими мышцами, то они просто собираются в спазме, случается ухудшение кровообращений в органах малого таза и в мышечных структурах, и тем самым появляется сжение, дискомфорт, иногда парастезии, и пациенты никак не могут понять, что им дальше делать. Очень часто врачи это тоже вводят в тупик, потому что анализы уже чистые, все чистое, и непонятно, почему пациента беспокоит боль. Далее очень важно сказать о том, что мужчин с хронической тазовой болью, с компонентом мышечным, может беспокоить рюгентность, боль при мочеиспускании, боль после экуляции и во время экуляции, во время эрекции, боль в френиальной области, им может быть больно сидеть, больно ездить на велосипеде, заниматься спортом. И очень часто пациентам назначают антидепрессанты, миорелоксанты, они помогают на какое-то время, но, к сожалению, не дают достаточно стойкий эффект, потому что, еще раз повторюсь, очень важно уметь этими мышцами грамотно управлять. Собственно, уже ранее говорилось о категориях классификации простатита. Тазовые терапевты работают чаще всего с категориями 3B, то есть с этой категорией ко мне часто направляют пациентов, чтобы мы поработали с мышечным компонентом. Значит, что же делает тазовый терапевт? Очень обычно все доклады, которые я читаю на территории России. Я часто рассказываю, в принципе, кто этот человек и почему он работает как-то в тазу. Тазовые терапевты – это люди, которые изначально ортопеды, то есть изначально у меня образование физического терапевта опорно-двигательного аппарата, то есть я восстанавливаю пациентов и с послеспинальных травм, и с неврологическими нарушениями, и после респираторных заболеваний. И далее в магистратуре ты выбираешь направление, в котором ты хочешь развиваться. И вот нужно понимать, что тазовых терапевтов, например, на территории Америки или Австралии, очень много прикладных. То есть кто-то работает только с тазом, кто-то работает только с неврологическими пациентами, кто-то работает с пациентами, которые пережили, например, COVID, или другие проблемы опорно-двигательного аппарата, или спортсмены, например. И, соответственно, эти люди работают в команде с определенными другими специалистами, о которых уже ранее тоже было сказано в докладе. Так вот, что же делает тазовый терапевт? В первую очередь я всегда смотрю опорно-двигательный аппарат. Я всегда тестирую пациента стоя, я тестирую его лёжа, стоя на четвереньках и смотрю, как его мышцы тазового дна отвечают на определенную нагрузку. Мы изучаем историю болезни пациента, мы проводим мануальный осмотр мышц тазового дна, у мужчин мы проводим это ректально и поверхностно. Я всегда рассказываю терапевтам, что не обязательно мужчинам лезть ректально, потому что если у мужчины очень сильный миофициальный компонент, то когда вы будете осматривать его ректально, вы можете спровоцировать ещё больше усиление боли, и осмотр будет невозможен. Нужно понимать, что мышцы тазового дна очень динамичная структура, и у каждого из терапевтов, которого осматривает пациент, может быть разная картина по мышцам. То есть сегодня, например, пациент переволновался, он чувствует себя скованно, ему там больно, неприятно, сегодня, по-вашему, у него 8 баллов боли, и я буду видеть одну картину мышц, а завтра этот же пациент может оказаться у моего коллеги-уролога, которому он больше доверяет, или он сегодня в более хорошем расположении духа, и может быть чуть иная картина по мышцам. Именно поэтому у тазовых терапевтов есть кластер ортопедических тестов, которые мы должны воспроизвести с пациентом, чтобы примерно понять, как в определённом положении у пациента реагируют мышечные структуры. Также мы оцениваем осанку, мы проводим поверхностный мануальный осмотр, мы проводим обязательно осмотр паттерна дыхания и согласование работы с мышцами тазового дна. Далее мы тестируем по шкалам, я позже приведу пример шкал, который использую я в своей работе. Оценка работы кишечника и мочевого пузыря очень важная часть, потому что если у пациента есть проблемы по гастроэнтерологии, его беспокоят вздутие живота, боли, постоянные запоры, то мы не можем реабилитировать тазовое дно сразу, например, на упражнениях на расслабление, потому что когда у пациентов есть повышенное внутребрюшное давление, есть проблемы, связанные с актом дефекации, дезинергированной акт дефекации, то пока мы не решим вопрос к кишечникам или не подключим параллельно в работу гастроэнтеролога, мышцы тазового дна реабилитировать достаточно бесполезно. Мы не увидим просто сильный прогресс, потому что у пациента есть гиря, которая постоянно нависает на мышцы тазового дна, им приходится сопротивляться. Поэтому, как правило, физический терапевт тазового дна – это люди, которые сопутствующие специалисты – урологам, урогинекологам и также гастроэнтерологам. Тестирование нижних конечностей часто мы проводим, если у пациента появились боли после травм, например, это спортсмены или это мотоциклисты. Очень часто они бывают моими пациентами, потому что у них достаточно сильная компрессия на таз, и при этом очень часто бывает ударная нагрузка, которая может приводить мышцы аппаратного аппарата в дисфункциональное состояние. Мы ведем пациента всегда обычно с профильным врачом. Как правило, в команде достаточно трех специалистов. Если мы работаем с тазовой болью, опять же, по практике моей в России, у меня есть шеф-врач, то есть это либо уролог, либо урогинеколог, который непосредственно ведет пациента по органическим повреждениям. Есть физический терапевт, то есть я, который устанавливает функцию мышечного аппарата, и иногда мы подключаем невролога, если нам нужна дополнительная фармакоподдержка. Про то, какие функции выполняет межстаза у дна, я вам уже сказала, мы пойдем дальше. И здесь я только хотела бы остановиться на том, что, пожалуйста, не назначайте, если вдруг вы как-то образовываете мужчину на тему сексуального здоровья, не назначайте мужчину упражнения кегеля, потому что в моей практике достаточно часто бывают молодые мужчины, которые увлекались по каким-нибудь приложениям, после того, как они почитали статьи в журнале Men's Health про то, как круто у них будет стоять эрекция, если они будут по тысячу раз в день сокращать тазовое дно, и потом у них начинаются проблемы с эрекуляцией, с мочеспусканием и боли в промежности. И, собственно, никто не может найти причину, потому что мышцы нужно пальпировать и тестировать. Их неудобно и невозможно достаточно хорошо смотреть на КТ, на УЗИ, на МРТ. В общем, мышцы нужно тестировать. Поэтому пока физический терапевт начнёт работать с таким пациентом, никто не будет понимать, что с ним происходит. Я сейчас приведу пример самого распространённого теста, который я провожу пациентам-спортсменам, да и не только спортсменам, например, мужчинам, которые хотя бы 2-3 раза в неделю ходят на спорт и замечают то, что у них при повышении брюшного давления происходит болезненный компонент или у них ухудшается боли. Я сейчас вам покажу, что здесь я провожу тест Кранч, мы поднимаем корпус, и вот вы видите, когда я быстро поднимаю корпус, повышается внутребрюшное давление, я поясницу вжимаю в пол, тем самым повышается давление, и оно идёт очень сильно в таз. Так вот, таких пациенток мы учим правильному позиционированию тазобедренных суставов, чтобы они умели включать поперечную мышцу живота, которая отвечает за стабилизацию и является синергистом с мышцами таза у дна. И учим правильно включать мышцы кора, чтобы они распределяли нагрузку и могли препятствовать повышению внутребрюшного давления, которое изрядно уходит в таз. Чаще всего, если бы сейчас, допустим, у такого пациента я бы находилась ректально, если пациент осуществляет задний наклон таза, поясницу сжимает сильно в пол, вы увидите, что его сфинктеры будут сильно сжиматься, а мышцы элеваторы, это глубокий слой мышц тазового дна, в этот момент проваливаются. Вот наша задача тазовых терапевтов – восстановить правильную биомеханику мышц тазового дна, чтобы при позиционировании тазобедренных суставов и включении правильных глубоких мышц кора, мышцы элеваторы в момент нагрузки приподнимались, а сфинктеры немного сжимались. Что чаще всего я вижу на своем приеме, что элеваторы пролобируются, и сфинктеры еще сильнее сжимаются, и у них нету достаточного люфта, как это говорится в английском, range of motion, когда у нас достаточный диапазон движения во время какой-то нагрузки на опорно-двигательный аппарат. Итак, как же мы работаем с мужчинами? Сейчас вы увидите, это мой пациент, у которого была онкология простаты, ему удалили простату, и после этого началось подтекание недержания. Говорили, что уйдет само в течение 2-3 месяцев, или потом ему проведут операцию. Но, тем не менее, стало получше, то есть моча не вытекала уже в покое, но, тем не менее, его беспокоил стрессовый тип недержания мочи. Это при повышении внутребышного давления, когда пациент чихал, кашлял, смеялся, делал какие-то упражнения, у него происходила утечка мочи. И первый тест, который мы провели до того, как посмотреть его интерректально, я попросила его подышать. И вот вы видите на первом видео, что пациент активно дышит и работает больше грудной клеткой. Он компенсирует дыхание, и у него совсем не работает, я не знаю, видно ли мою мышку, вот здесь нижняя часть живота. То есть, если бы вы сейчас находились в нем интерректально, вы бы видели, что на выдохе у него очень сильно сжимаются сфинктеры, и при этом леваторы никак не включаются, стабилизационный блок никак не включается, тем самым неравно распределяется давление в абдоминальной области, и происходит перегрузка тазового дна. Поэтому с такими пациентами мы вообще начинаем работу сначала с дыханием. То есть, не обязательно мужчинам лезть и делать какие-то там массажи или колоть им ботус. Для начала хотя бы научите пациента правильному позиционированию и дыханию. Вот, собственно, в конец этого же приема мы научились дышать. Вот чтобы вы понимали, на данные упражнения, чтобы просто пациент научился правильно дышать и включать поперечную мышцу живота, при этом чтобы мячик у него не падал, и он не компенсировал все мышцами спины многораздельными, у меня ушло порядка 37 минут. Он никак не мог понять, как ему дышать. Вот поверьте, если вы уже научите пациента дышать нормально в животом, то мышцы кора включатся в процесс, и мышцам тазового дна станет намного легче. Собственно, здесь же потом самая важная часть, над которой должны работать физические терапевты, то, чего я часто не вижу у людей, у которых была аппаратная реабилитация, их учат реабилитироваться или правильно дышать, или правильно включать мышцы тазового дна только в одном положении. Чаще всего это лежа на спине. Допустим, если пациент работает с реабилитологом аппаратным на дыхание или на БОС-аппарате, на биологические обратные связи, то обычно их учат без осевой нагрузки, без диапазона движения, без координации, а просто вдох-выдох сократили тазовое дно или там напрягли поперечную мышцу живота, и пациент прекрасно за 10 сеансов БОС-терапии научился это делать лежа. Но загвоздка в том, что люди у вас обычно, они же двигаются, они же двигаются и живут достаточно активно, поэтому как только они принимают другое положение, например, встают, осевая нагрузка увеличивается, и у пациента рушится весь паттерн дыхания. Соответственно, здесь вы увидите, что у пациента уже после 37 минут, когда я научила его дышать, стоя на четвереньках, у нас достаточно много времени, порядка еще 15 минут ушло на то, чтобы научить его это делать сидя, потому что он опять же, видите, даже здесь на видео, видно, что он ребрами пытается додавить выдох. Так делать нельзя, то есть в идеале пациент должен уметь надуть расслабленный живот, расслабить мышцы живота и тазового дна, и на выдохе спокойно собрать тазовое дно и брюшную стенку. Вот здесь мы видим, что у пациента это не очень хорошо получается, и так как у него низ живота не особо активен, поперечная мышца живота никак не помогает снизить давление на тот же самый мочевой пузырь, то он, понимая это, пытается додавливать ребрами. Вот это мы заставляем пациента восстанавливать, правильно работать и включать нижний отдел живота, и после этого у них не происходит утечки мочи, потому что в момент повышения внутребрешного давления мышцы кора включаются быстро так, чтобы понизить повышенную нагрузку в абдоминальной области. Собственно так, вот сейчас я нахожусь в трех сестрах, в реабилитационном центре мы так учим инвалидов удерживать кор, когда они пересаживаются, чтобы они не подтекали. Как проходит диагностика и лечение? Мы тестируем пациента в двигательных тестах в разных положениях. Суперважно, чтобы все аркопедическое тестирование проходило в четырех положениях. Лежа на спине, лежа на боку, стоя на четвереньках и стоя, либо сидя. Далее мы смотрим, есть ли боль в лобковой области, потому что мужчины очень часто беспокоят боль в проекции лобкового симфиза. Далее мы смотрим поверхностную мускулатуру тазового дна, то есть мы пальпируем седалищные бугры, мы пальпируем область промежности, пальпируем в проекции простаты. И вот очень часто у мужчин в проекции простаты возникает болезненное ощущение. Но, конечно же, мы понимаем, что мы наружно никак не можем дотянуться до простаты. Это пациента просто беспокоит мышцы тазового дна. Далее мы учим пациента сначала дышать, расслаблять тазовое дно во время вдоха, так чтобы, когда пациент делает вдох в живот, его тазовое дно расслаблялось, а на выдохе могло вернуться в исходное положение. Вот очень часто вы будете видеть, если вы будете проводить данный осмотр, что пациенты на вдохе либо тужатся, либо у них на вдохе при повышении внутрибышного давления происходит рефлекторное сжатие ануса, и пациенты никак не могут согласовать дыхание с тазовым дном. И как только мы их этому обучили, как правило, часть болевого компонента уже проходит и становится намного легче. Итак, еще раз по конкретным шагам, как я провожу сбор анамнеза. Сначала я опрашиваю историю пациента. Далее мы смотрим, есть ли переживания и нервные триггеры, которые запускают болевой механизм. Очень часто специалисты недооценивают неврологический компонент и психологический компонент боли. То есть, например, говорят пациенту о том, что вот научитесь расслаблять тазовое дно, но что делать в момент триггерного состояния, когда у пациента повышается тревога или болезненный какой-то компонент, нужно дать пациенту КПТ-терапию, когнитивно-поведенческую часть. То есть у вас случилась определенная ситуация, как вы можете себе в данном моменте помочь? Приведу вам пример моего пациента. Он руководитель крупной компании аудиторской, у них достаточно много напряжения стрессового. И когда он сидит на совещаниях, он чувствует, что у него очень сильно усиливается боль в промежности и потом ухудшается мочеиспускание. То есть, когда он дома, он мочится хорошо, но как только он на работе или какой-то стрессовый проект, или они сдают сложный проект, у него усиливается болевой компонент и при этом возникает затруднение мочеиспускания. Так вот, мы с ним определили, что когда у него происходят вот эти вот процессы, он в своем кабинете закрывается и делает на пять минут определенные упражнения. И плюс добавляет это на повседневную рутину, если есть такая возможность. Если нет, то именно в момент триггеров, когда у него начинается стрессовая нагрузка, он начинает дышать в тазовое дно, согласовывать его с дыханием с тазовым дном и плюс подключает упражнения. И пациент отметил, что когда он в момент напряжения делает определенные упражнения, к которым он привык, его тревога замедляется и с мочеиспусканием нет проблем, и болевой компонент тоже снижается. Поэтому очень важно, когда мы проводим реабилитацию пациента, учить его делать не просто в рутинном формате упражнения, но имплементировать их в жизнь, когда у него воздействуют какие-то триггеры, которые негативно влияют на состояние тазового дна. Далее очень важно спрашивать у пациента, с чего все началось. Буквально за несколько минут до начала конференции я рассказывала своим коллегам, что я вчера консультировала мужчину из Америки, у которого случился первый эпизод боли в половой член и в тазовом дне, тогда, когда его арестовали во время мочеиспускания в публичном месте. Он писал на улице. Его арестовали, и в этот момент случился резкий спазм мышц, потому что а, он испугался, б, ему пришлось резко прекратить процесс мочеиспускания, и мышца заклинила. И вот с этого момента он отмечает, что каждый раз при напряжении, при физической нагрузке его беспокоят адские боли в тазу, которые раньше никогда у него не были. И вот здесь важно узнавать у пациента, с чего все началось, какие моменты происходят обострения, чтобы помогать пациенту распутывать этот гомок и понимать, что… и объяснять пациенту механизм боли. Почему на боль мышцы реагируют спазмом? Как мы можем себе помочь? Почему важно координировать работу мышц, а не только использовать разные техники извне, которые помогают расслаблять мышцы? Далее мы рассказываем, конечно же, пациенту про механизм боли, про круг боли, про чувство страха, про сокращение мышц тазового дна, на который происходит усиление болевого компонента. И на фоне этого, когда пациенту ничего не помогает, ни таблетки, никакие интервенционные техники, почему на фоне этого еще сильнее возникает тревога, и получается такой замкнутый круг. Поэтому работа с тазовой болью обязательно должна мультисциплинарная команда, и желательно, чтобы там был включен еще психотерапевт, либо клинический психолог, либо психиатр. Распознавание, обработка триггеров, я уже об этом сказала. Информация о кишечнике, мочевом пузыре и половых органах. Опять же, мы говорили о том, что очень важно собирать полный анамнез, и если у пациента есть проблемы с кишечником, направлять его к гастроэнтерологу. Обучать пациента расслаблению мышц тазового дна. Но здесь очень важный момент, что когда мы научили пациента расслаблять мышцы, далее он должен перейти на второй этап реабилитации, когда мы учим его правильно напрягать мышцы. Иначе вы увидите, что у пациента в момент расслабления динамика стала хорошая, но как только пациент вернулся в свою повседневную жизнь, пошел на спорт, опять заниматься кроссфитом, то случилось обострение. Вот для этого мы пациента готовим двумя этапами. На первом этапе мы расслабляем мышцы, учим их координировать с дыханием, и на втором этапе мы учим правильно сокращать мышцы во время нагрузки или какого-то напряжения, чтобы пациент, вернувшись в спорт или в свою повседневную жизнь, не испытывал усиление боли. Это те шкалы, которые использую я в своей работе. У меня сейчас порядка 13 инструментов, по которым я диагностирую пациента. Сюда входят и шкалы по боли, и шкалы по парнодвигательному аппарату, и шкалы, связанные с доменами болевого компонента. И также мы смотрим обязательно психологическую часть, то есть мы, например, смотрим индекс кастрофизации, мы смотрим индекс центральной сенситизации, и если мы видим, что он достаточно выражен, то обязательно подключаемся на невролога или психотерапевта. Далее ботокс. Очень часто, когда я выступаю где-то на тему реабилитации, люди спрашивают, в чем проблема, если можно уколоть ботокс. Ботокс – хорошая штука, которая помогает нам, особенно, например, если мы работаем с глубокими компактными в виде запирательных мышц, до которых сложно дотянуться в мануальной работе, то да, ботокс может нам помочь. Нужно понимать, что ботокс работает только на краткосрочный эффект, то есть обычно он дает нам эффект на 6-8 месяцев, далее ботокс рассасывается, и если пациент ничего не поменял в своем опорно-двигательном аппарате, в своих вседневных привычках, то, как правило, боль возвращается, и чаще всего с двойной силой. Плюс нужно понимать, что ботокс желательно бы согласовывать совместно с физическим терапевтом. Когда мне врачи направляют пациента после ботулотоксина, все мои ортопедические тесты, они неэффективны, потому что я не понимаю, почему данная мышца перегрузилась, какие мышцы являются компенсаторными, почему они включаются. То есть, например, на примере тех же самых запирательных мышц чаще всего они приходят в спазм, когда у нас ротаторы бедра плохо работают. И когда я включаю на приеме хорошо ротаторы бедра, запирательные сразу расслабляются. Так вот, если пациенту до этого вкололи уже запирательный ботокс, я никак не смогу с помощью своих ортопедических тестов понять, помогают ли включение определенных других мышечных структур расслаблять ту зону, которая сейчас вызывает у нас боль. Но опять же мы не являемся противниками ботокса. Допустим, бывает, что у мужчин очень сложно расслаблять грушевидную мышцу, запирательную мышцу, поэтому мы включаем пациенту реабилитацию. Через 3-4 недели, если она не дает достаточного эффекта или не дает эффекта до конца, мы просим уколоть запирательные, чтобы они не фонили болезненным компонентом. И тем самым, уже проверив до этого на ортопедическом тесте, что именно компенсаторно заменяют запирательные, включаем их в работу, чтобы они не давали болевого компонента. То есть, пока они выключены и спят, мы можем спокойно продолжать работать с опорно-бинксиновым аппаратом. И после того, как мышцы запирательные оттают, уже не будет никаких проблем. Это такая, возможно, сложная структура, которую я сейчас описала. Но единственное, что нужно понимать из этой части доклада, что, пожалуйста, если вы работаете с реабилитологом, сначала покажите ему пациента, начните реабилитировать и только потом принимайте решение обведения ботулотоксина. Иначе потом очень сложно вытащить пациента, потому что мы не понимаем природу спазма может стазового дна. Далее еще в помощь физическим терапевтам есть ударно-волновая терапия, магнитная терапия, электромиостимуляция, биологически обратная связь. Все это прекрасные инструменты, которые хорошо работают в реабилитации. В Америке это чуть-чуть разделяется. Есть физиотерапия, есть физическая терапия. Обычно два специалиста работают вместе, либо один специалист имеет сертификацию и на то, и на другое. Но, опять же, они работают всегда сообща. Я на территории России не работаю физиотерапией, но у меня есть специалисты, которые помогают мне в этом. Опять же, мы понимаем, что это сопутствующий дополнительный компонент, который может улучшить и усилить нам эффект от реабилитации. Но нет ничего лучше, чем обучить пациента координировать работу мышц тазового дна. Вы можете посредством электромиостимуляции расслабить тазовое дно, но если пациент не научился отсюда направлять команду в тазовое дно, как правильно его расслабить, к сожалению, его болевой компонент может вернуться совсем скоро. Что для нас важно? Для нас важно, чтобы пациент верил в то, что реабилитация работает. Одна из частых проблем, с которой я сталкиваюсь в России, так как нет культуры реабилитации, то пациенты не особо верят. Даже когда начинают помогать упражнения, они приходят и говорят, ну не может быть, что за бред, что мне помогла какая-то физкультура. Это правда сложно, и мне кажется, что если мы как специалисты медицинской сферы будем транслировать пациентам, что реабилитация это важно, движение это важно, движение действительно может вас вылечить, то может быть через какое-то время пациенты начнут к этому относиться более внимательно. Потому что, как правило, сейчас в большинстве своем пациенты хотят какую-то волшебную таблетку или операцию или какой-то укол, но очень мало хотят работать над собой. Но есть и награда для тружеников, которые все-таки приходят в реабилитацию с тем, что если пациент во время лечения тазовой боли все-таки включался активно в реабилитацию, то, как правило, его ремиссия, она отчисляется десятилетиями. Именно поэтому, например, в Америке система здравоохранения очень сильно поощряет работу таких людей, как мы, потому что это а, дешево, и б, это надежно и надолго. Если пациент каждый полгода вынужден ходить на ботулотоксин или на физиотерапию для стран, в которых в основном за вас платит страховая компания, это очень невыгодно. Поэтому они, как правило, в такое не инвестируют. И если пациент ходит ко мне на 12 сеансов при боли в тазовой области, ему всегда обязательно показано 7 минимум из этих сеансов физической терапии и только 5 физиотерапии. Это неспроста, потому что пациент должен обучиться работать с тазовым дном. Поэтому, как правило, нам нужно обязательно транслировать пациенту, что, друзья, реабилитация – это важно, и, пожалуйста, не пренебрегайте ей. Далее – это контроль и дисциплины. На сегодняшний день мы стараемся контролировать пациентов дистанционно. У меня сейчас в команде работает 6 ассистентов, кто всегда на связи с пациентами и как-то их подбадривает, им помогает. И нужно понимать, что реабилитация – это очень динамичный процесс. Она может быть как и через обострение, так и через откаты, и может быть и лучше, и хуже. И вот на каждом из этих этапов нужно поддерживать пациента и объяснять ему, что происходит. То есть, например, если мы хорошо прошли первый этап, расслабили тазовое дно и избавились от боли, но вдруг при введении нагрузки на опорный двигательный аппарат у нас случилось обострение, нужно объяснить пациенту, что произошло. Чаще всего это связано с тем, что ваши мышцы пока невыносливы, они не были готовы к нагрузке. Но мы сейчас постепенно будем потихонечку, как бусинки, включать вам усиление нагрузки, чтобы далее вы могли жить полной жизнью. С детьми кататься на верелике, кататься на лыжах и при этом не испытывать обострений. И вот если на каждом из этих этапов пациенту объяснять, что с ним происходит, то на самом деле они становятся менее тревожны и более комплоентны к реабилитации. Как мне кажется, в большей степени проблема заключается в том, что у нас пациенты малоинформированы, и с ними не так много мы ведем диалог на тему того, что с ними происходит и почему их организм реагирует определенным образом на нагрузку, которая воздействует на их организм. Далее. Удовлетворенность повседневной жизнью. Очень важная часть. Есть пациенты, которым выгодно болеть, и почему-то они любят болеть. И, как правило, им очень сложно выйти из этого круга, потому что вся их жизнь строится вокруг реабилитации, посещения врачей и так далее. И здесь нужно понимать, что обсуждение с пациентом, работа с психологом и изменение определенного контекста его жизни, иногда действует очень терапевтически. Вот. Поэтому тоже, пожалуйста, если у вас есть возможность общаться с членами семьи, так как я работаю физическим терапевтом, как правило, это работа в команде, куда включена семья, то я всегда, если есть возможность, общаюсь с супругами, с партнерами, с партнершами. И мы вместе думаем, как помочь пациенту и как мотивировать его на лучший результат с реабилитацией. И далее последний, наверное, пункт, который очень важный, это если вы работаете в команде, то, пожалуйста, общайтесь между собой. Если вы работаете в разных клиниках, сообщайте о том, что происходит с пациентом. Потому что если вы просто направлены на реабилитацию и далее вы пациенту говорите из двух разных голов в разную информацию, пациент будет теряться и, скорее всего, будет менее комплентно к реабилитации. Поэтому постарайтесь вести его совместно и периодически навигировать, что происходит с пациентом и что вы меняете в своем лечении или подходах в реабилитацию. У нас есть платформа, она сейчас про женщин, но вот мы создаем раздел для мужчин, он выйдет у нас к декабрю, где мы предоставляем курсы реабилитации. И у нас есть даже сейчас перечень команды врачей, к которым можно обратиться. Пациенты могут зайти и найти пациента в своем регионе. Мы сейчас очень активно развиваем онлайн-диджитал реабилитацию. Если вы, как врач, умеете пальпировать мышцы, то вы можете нам прислать заключение, и мы онлайн на основе этого заключения подберем вам реабилитацию. Мы уже работаем так порядка года, сейчас включили партнерскую систему, она очень круто развивается. Надеюсь, что далее у нас будет еще лучше результат, тем более мы сейчас подключаем AI, который будет активно взаимодействовать с пациентом, и пациент будет снимать на видео, как он делает упражнения, насколько позиционирование правильно и так далее. Поэтому мы надеемся, что результаты от диджитал реабилитации будут расти, потому что мы понимаем, что на сегодняшний день в России не хватает специалистов, которые работают с опорно-двигательным аппаратом, и у людей не хватает финансов, чтобы так часто появляться, как нужно было бы при хорошей реабилитации. Спасибо вам большое за внимание, это мои контакты, если вдруг у вас возникнут еще какие-то вопросы, можете обратиться, я с удовольствием на все отвечу. Спасибо.